Музыка Хотела бы поделиться своим свидетельством, как я пришла к Богу. Я родилась в семье простых людей. Папа у меня был рабочий, мама – интеллигенция. И в нашей семье о Боге никто не говорил. Ну, разве что между строчек, как это обычно. Но пришло время, что мне нужно было выбирать профессию после школы. И я поступила в театральное училище, в Днепропетровское. Там я училась год. И в это время, во время моей учебы, я жила в общежитии. К нам в комнату приходил один студент второго курса актерского отделения, который обладал гипнозом. И мне очень захотелось и на себе попробовать, как это ощущается. Ну, я считала, что это как фокус какой-то. И я попробовала, как это на себе ощущается гипноз. Вскоре, в последующей жизни, я стала замечать, что я могу этим пользоваться и влиять на других людей. Но я тогда не понимала, что это форма оккультизма, гипноз. И что это повлияет на мою будущую жизнь. Я не доучилась до конца, потому что я видела, что в этом училище, ну, аморальная обстановка. И я перешла в педучилище. Там был научный атеизм, такой предмет, по которому я имела пятерку. И очень глубоко верила, что Бога не существует. Потому что он придуман людьми богатыми для того, чтобы эксплуатировать бедных. Воспитывается смирение, терпение. И так вот я считала до того времени, пока я вышла замуж. Я вышла замуж за мужа, думая, что я буду с ним жить, и наша семья будет нашим достоянием. Никто не будет руководить нашей семьей. Но получилось совсем не так. У моего мужа мама оказалась ведьма, которая занималась черной магией. И, ну, она не по заказам принимала людей. Ну, кто ей не угоден, она влияла на них. Я стала чувствовать какое-то влияние на меня, чего-то вне моего желания. Я стала раздражительна, я стала реагировать по-другому на всё. И потом я узнала подтверждение, что моя свекровь занимается такой деятельностью. Я стала думать, как защититься от этого. И услышала, что в Днепропетровске объявляют набор на курсы экстрасенсорики, на которые я поступила. Узнав предварительно, что у меня есть такие способности, повышенное биополе, как мне сказали. И вот закончила я эти курсы и стала практиковать дома. Я была уверена, что теперь никакое влияние колдовства, никакие действия злых сил с любой стороны не могут повлиять на мою жизнь. Потому что я уже знала, как давать отпор, защиту и могла и другим поставить защиту такую искусственную. Но вот прошло время. Я не выдержала жизни со своим мужем, потому что под влияние свекрови и он тоже попадал. Потому что мама руководила и советы давала, как она считала нужным, как со мной поступать ему. И, кроме того, он вел себя в своей жизни, изменял мне. И поэтому я не выдержала, разошла с ним. Но я считала, что на расстоянии тем более вот это влияние колдовства не будет иметь силу. Но когда приехала свекровь моя навестить внучек, это мои дочери, она привезла с собой гостинцы, которые я была понимала, уверена была, что они заколдованные. Я не боялась. Я была уверена, что я смогу их обезвредить. И можно даже их принимать в пищу. Там много было продуктов. Я была в это время второй раз замужем. Мой муж был в отъезде. И когда я приготовила из этих продуктов еду, я его, конечно, покормила этим, но никогда я не думала, что порча войдет в силу. Так в народе называется порча. Но, к сожалению, так и получилось. Мой муж, когда узнал, что это еда с тех продуктов, которые привезла свекровь, он не просто возмутился, он стал, в общем, на него как будто бы что-то такое нашло. Он стал разбивать все, что у него под руками. Все летело в дребезги. И я не могла понять, как это может быть. Не может этого быть. Я же все сделала для того, чтобы обезвредить. Я не верила до конца. Но когда стало это все доходить до более серьезного размаха, мне уже хотелось закончить жизнь самоубийством. Этот муж мой стал тоже мне изменять. И я не знала, что делать. Я была в отчаянии. Но, слава Богу, Бог меня остановил. Я не выпала с 14 этажа, как я собиралась это сделать. Но, к сожалению, обратилась не к Богу. Я обратилась к людям, которые занимались лечением вот таким сверхъестественным способом. Они были ясновидящие. И мне сказали, что все, что вот с тобой происходит, это неспроста. Через детей вот такая женщина, и описали мою свекровь, передала что-то через детей. И вот таким образом тебе сделано на смерть. И потому что тебе больше досталось, ты первая взяла эти вот предметы. И сама себе ты ничем не сможешь помочь. Надо ехать к кому-то другому. И мы нашли такую бабушку, которая совершенно бесплатно снимала порчу. И кто-то ей положит, может быть, там, сахар, муку или какие-то другие гостинцы. Но она не требовала ни от кого. И многие люди думают и сейчас. Если человек от Бога, значит, он будет делать все бесплатно, даром. И мы тогда тоже думали, что все будет позади. Прошло 10 дней сеансов. Стало у меня на душе как-то легко. И физически я так стала хорошо чувствовать. Но в Библии написано, что тот злой дух, который выходит с человека, он ищет пристанище, где ему поселиться. И не находя, возвращается назад. А там пусто, убрано, выметено. Святого Духа никто не приглашал. В жизни своей ничего не менял. И тогда он берет всем злейших себя. И приходит к этому человеку, вселяется. Вот их уже 8. И это во много крат бывает хуже прежнего, что я на себе и ощутила. Все стало продолжаться гораздо хуже в моей жизни. И я была совсем в отчаянии. Я уже была беременна третьим ребенком. И я не знала, кому же я буду рожать, если мой муж ведет такую жизнь, изменяет мне. И в это время я узнала, что в Днепропетровск приезжает один авторитетный экстрасенс, про которого я читала в газете «Труд в советские времена», который делает чудеса. Не так он, как его двойник. Двойник, я теперь это понимаю, что это злой дух. Но тогда же я думала, что это какой-то добрый, как ангел, который приходит к людям, когда у них какая-то сложная ситуация, и помогает. И он мог лечить от самых таких сложных заболеваний, неизлечимых. Я считала, что это доброе чудо. Но когда я приехала на встречу с этим человеком, который собирался проводить массовые сеансы во Дворце культуры, он мне посоветовал походить на его сеансы массовые, чтобы то, что со мной происходит, чтобы этого больше не было в моей жизни. То есть была защита, чтобы эта порча снялась. Потому что я постоянно чувствовала, что ничего из того не получается, что бабушка-то снимала порчу, и в жизни моей ничего, кроме разрушений, ничего не меняется. Но походив на три сеанса и не увидев никаких перемен в своей жизни, я решила вызвать этого двойника, которого я говорила, что это злой дух, но тогда не понимала, вызвать к себе домой. Я тогда еще помню, в газете «Труд» писали, как это делать. И вот я его вызвала и обратилась к нему с тем, чтобы стать ясновидящей. Я посчитала, что если я буду ясновидящей, я смогу предотвратить любые влияния на мою жизнь. И вот я его пригласила по той схеме. И вот он пришел в виде человеческого силуэта. И я обратилась к нему, что я хочу стать ясновидящей. А он сказал, будешь видеть, но всему свое время. Но это он так сказал, как мысленно я слышала этот внутренний голос. А он, этот невидимый силуэт, то он как бы проявлялся как человек, то как туман в движении. И вот буквально полминуты я его видела, и он пообещал, что я буду ясновидящей. И с того времени прошло, может быть, год, когда я уже родила сына, и ему уже был годик. И стала неожиданно видеть. Вот закрыла глаза, чтобы спать на ночь. И вижу какие-то события. Я не могла понять, что это. Я не спала. Но я понимала, что это что-то сверхъестественное. Это не сон. Потом я все, что вот увидела в моей жизни, это попозже проявилось. Это все произошло. Это когда моя дочь выходила замуж, что я сидела в этой машине свадебной. И это все повторилось через какое-то время. Но я на следующий день хотела узнать, что же это со мной происходит. И пошла к одному коллеге, который был ясновидящий. И он мне подтвердил, что это у тебя открывается ясновидение. И новые возможности в диагностике и лечении людей. Он мне еще не сказал, что я смогу видеть духовный мир. Что я могу предсказывать события людям. Но когда пришли ко мне первые люди, после того, как я уже получила эти новые способности. И я, и эти люди очень стали удивляться. Откуда у меня новые такие способности? Я была обычным экстрасенсом. А тут я начала им рассказывать то, что и сама я удивлялась, откуда это я знаю. Как будто бы на какую-то волну я перешла. Что как будто бы мне что-то это говорило. Но я не могла этого знать. Ни этих людей, фотографий, у которых я даже не видела. А мне просто попросили рассказать о том, что их ждет. И так я стала этим пользоваться. И я думала, что это действительно мне будет в пользу. И я смогу предотвращать всякие плохие явления в своей жизни. Потом я посчитала, что мне надо поступить еще на дни курсы для совершенствования. К этому времени я уже со своим мужем не смогла дальше жить. Потому что его действия и его жизнь меня просто расстраивала, огорчала. И я не могла с этим смиряться. И вот я поступила на эти курсы. И, кстати, совершенно бесплатно, оказывается, у дьявола тоже есть льготы. Что я была многодетная, одинокая мать, трое детей. И я поступила на них бесплатно. Наша преподаватель, которая вела эти курсы, она была и врач, и ясновидящая. Приглашала меня в центр аудитории и говорила. Вот посмотрите, как у Виктории, какая аура светится всякими цветами. Это говорит о том, что она давно уже в иерархии, ее ведет сам Бог. Но в моей жизни все было наоборот, одни разрушения. И я понимала, что что-то в этом не так. И когда я уже получила лицензию, я ездила для этого в Киев. И стала объявлять по телевидению, в журналах свои объявления по поводу того, что я могу помочь людям. Один человек мне позвонил по телефону и при встрече стал убеждать, что это все не от Бога. Я стала оправдываться. Ну что ж такого, если я помогаю детям? У кого-то энурез, у кого-то заикание. Что ж плохого? Они же безгрешные. Но он все-таки старался убедить, что это не от Бога. Рассказал, что он сам занимался оккультизмом и сейчас стал верующим, православным. Он посоветовал сжечь мои документы, лицензию и покаяться в православном храме. Я пришла в православный храм с покаянием. Но батюшка, который принимал у меня покаяние и исповедь, сказал, за такие грехи вы не должны заходить в храм лет пять, пытаясь отмаливать свои грехи, не заходя в церковь. Я сказала об этом своему новому знакомому. И он посоветовал пойти в монастырь, чтобы туда ходить и ходить на литургии. И я стала ходить в монастырь. Брала своих детей с коляской, с детками. Я простаивала там по четыре часа. Даже не переминаясь ноги на ногу, надеясь, что это мне поможет, что Бог меня простил за мои грехи. Но ничего в моей жизни не менялось. И я стала думать, как же мне жить. Мне надо было и детей кормить, потому что ребенку было годик, а я не могла работать. И жить было очень сложно в то время. Алименты я не получала или почти не получала. И я встретила коллегу, который сказал, а ты возьми благословение у батюшки. Он как раз экстрасенсу благословляет, чтобы они лечили людей. И я поехала в такой храм в Днепропетровске. И этот батюшка сказал, я не каждого благословляю, а вас благословляю. Идите, помогайте людям. Но я понимала, что что-то в этом не то. Потому что знаю, что он благословил одну гадалку. И вы знаете, кто ищет, тот найдет, написанное в Библии. Кто стучится, тому откроет. И я встретила одну женщину, которая уверовала в Евангельской церкви, христиан-баптистов. И она мне сказала, что я хотела бы тебя познакомить с женщиной, которая в прошлом занималась такой практикой. Лечила детей от испуга, инуреза. И вот они вместе ко мне пришли. И все тексты из Писания, которые говорили о том, почему опасно заниматься культизмом, что за это идет проклятие до третьего-четвертого рода, они мне все это открыли в Библии и посоветовали покаяться и отречься от сатаны. Я сделала это сначала дома, потом пришла в церковь. Я там покаялась и сказала, так же вот там, когда сказала, чтобы Бог просил мои грехи, я сказала, я отрекаюсь от сатаны и отказываюсь от всех тех благ, которые он мне будет предлагать, несмотря на то, что так тяжело в моей семье. А в это время дьявол закидывал мне удочку. Мне приглашали в Киев, в санаторий, чтобы я там лечила людей. Я бы, конечно, там неплохо зарабатывала. Но слава Богу, что Бог вырвал меня с этого мира зла и обмана. И я хотела бы обратиться к женщинам, тот, кто чаще всего женщины гадают, обращаются к таким людям, чтобы вы понимали, что за это идет проклятие до третьего-четвертого рода. То, что вам скажет дьявол, а это говорит дьявол, он может исполнить только что-то в начале, но он за это берет большую плату, человеческую душу, которая попадет в ад, если человек не успеет покаяться. А покаяться мы не знаем, сможем ли, мало ли, сколько нам отмерено в жизни лет, и в какой ситуации мы окажемся. Поэтому это очень не просто опасно, это опасно для вас, для ваших детей, потому что до третьего-четвертого рода идет проклятие. Вы испортите себе жизнь и вашим детям, и всем членам семьи, которые с вами живут. Поэтому шуточки с дьяволом плохие. А выход с положения, если вы действительно не знаете, как, в какой ситуации поступить, обращайтесь к Богу. Он написано, что Он пришел в мир для того, чтобы мы имели вечность с Ним, чтобы мы не попали в ад, чтобы и в этой жизни мы имели счастье. Поэтому я хочу сказать, что теперь я имею эту защиту, которую я искала, столько лабиринтов прошла, встретила такого человека, который этим занимался, ясновидением. И он сказал, что он хотел меня просмотреть на расстоянии, когда он мне позвонил по телефону, но у него это не получилось. Говорит, какая-то стена выросла передо мной, я ничего не вижу. Я тогда задаю вопрос в космос, почему я ничего не вижу? А ему идет ответ, ее защищает церковь. Я объяснила, что церковь – это собрание спасенных верующих людей, собранных во имя Иисуса Христа. Это не здание, которое специально на особом месте каком-то построено, что защита идет от икон. А именно люди, которые молятся друг о друге, Бог защищает, дает ответы на молитвы, исцеляет от различных заболеваний. Поэтому я вам советую обратиться к Богу. И вся ваша судьба предыдущая, которая от дьявола, остановится и начнется та судьба, которая от Бога. И закончится тем, что Бог обещает нам вечно с Ним, в Царстве Небесном. Это все не сказка, это все написано в Библии в своей жизни. Я увидела перемены и защиту Божью, и дети мои покаялись, и у них интересная жизнь. Я могу людям об этом говорить и в больницах, и в спеццентрах, и просто в транспорте, когда рядом со мной оказывается человек, которому хочется задать какой-то вопрос, какие-то у него трудности. И я стараюсь объяснить, что с Богом все решается, все возможно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok